Телеканал КРТ представляет Да, правильно, у него есть более важные дела, у него есть концерты в России, потому что я уже рассказывал, что известный политик-юрист Андрей Портнов, он раскопал вот эти все коррупционные схемы по отмыванию денег Нет, там не совсем концерты в России были, а безусловно были концерты российским олигархам, которые, ну, там, монако-чилище Причем олигархам, когда было обострение на Донбассе 6 лет назад, под Иловайском, Вокрачук пел там «Я не сдамся без бою», «Я еду додому», да Вот, как раз вот тогда, когда погибали парни на Донбассе в котлах, да, он пел, скажем так, агрессору, да Вот, это тоже все Андрей Портнов скрыл, более того, его тоже, имеется в виду его, этого Вокрачука, гонорара, который он получал через поставные швейцарские фирмы от российских граждан, от Юлия Ктанки, в частности Вот, это все тоже скрылось, вот, поэтому я думаю, что давление общественности, его полный зашквар, непрофессионализм, он же даже цену газа не помнит, 250, ты же помнишь, да Вот, и хорошая работа команды Андрея Портнова, я думаю, что она сыграла вот ключевую роль в уходе, позорном даже бегстве господина Вокрачука из политики Но знаешь, мне кажется, что это хоть и второй его вот такой приход в политику, да, но я думаю, что может быть даже и не последний Другое пришествие Вокрачука Третье даже, может быть, будет Потому что, увы, у украинцев короткая электральная память и через там какое-то определенное время, там через 3-4 года они могут и забыть о том, что Вокрачук был Через один-два альбома Вокрачука Да, альбомы даже так, да, вот они могут забыть, что он был в политике, что он зашкварился и могут опять дать ему свои предпочтения, если он пойдет в третий раз Ну, слушай, это уже, ну, тривалий час маю пройти для того, чтобы он повернулся там до политики Я, знаешь, обсуждал эту тему с Данилом Богатаревым и я его запитывал, скажи, будь ласка, как ты вважаешь, после 2-го бегства Вокрачука его приймуть слухачи? Тобто, он сможет повернуться на большую сцену Вот, Данил сказал, что повернется, а твоя думка какая? Я тут тоже согласен, потому что действительно есть спрос, он же почему еще уходит, я же об этом говорил, чтобы тоже ездить с концертами, вот это его стихия Вот, он сделал свое дело, его завели олигархи, в частности Пинчук, который аффилирован с Демпартией, с этими соросятами пресловутыми, да? Вот, он сделал свое дело, он его завел, тут просто понимаешь, Тарик, тут с такой позиции, что он кинул своих избирателей в Вокрачук Потому что, может быть, многие думали всерьез, что это новое лицо или новое старое, пришло в политику, там, с коррупцией бороться, понимаешь ли, да? А тут получается, что он завел просто команду грантососов, вот, и тихонечко себе свалил, то есть умыл руки, а вы живите как хотите Вот, конечно, это было неправильно, то есть это было некрасиво, и, в принципе, можно было бы оставить крест на его карьере, если бы это не Украина Вот, я же говорю, что украинцы забудут, простят, полюбят и, может быть, опять выберут Как вариант, помнишь, говорили пару месяцев назад про Яценюка, что вот он якобы может опять воскреснуть с него какого-то политика Яценюк, который гробил экономику, промышленность за короткие, там, полтора-два года, его премьерство, его камикадзе, да? То есть он камикадзе сам или для экономики камикадзе? По-моему, для экономики Ну, это уже никто не уточнил, это уже, знаешь, такие подробицы, какие никого не цікавили Да, но, тем не менее, о нем опять заговорили как о перспективном политике Это произведение Украины, у которого рейтинг должен быть ниже Плинтуса То есть, я еще раз говорю, в связи с этим, я вполне серьезно заявляю, что у Ваковчука еще может быть политическое будущее в этой стране